На слова пророка Давида «Не бойся, когда богатеет человек, когда умножается слава до моего» Псалом 48.17 и о гостеприимстве Приятно земледельцу влачить плуг для расчищения нивы, проводить борозы, исторгать тернии и тогда сеять семена, когда уже не останется тернии, вредного для посева. Но гораздо приятнее проповеднику преподавать божественное внушение слуху, свободному от смятения. Поэтому мы с удовольствием приступаем к слову, видя эту ниву очищенную. Хотя мы не видим вашей души, но ваше отверстие глаза и напряженный слух доказывают мне внутреннее ваше спокойствие. Хотя я не могу проникнуть в вашу совесть, но устремленные и поднятые кверху взоры говорят, что нет никакого смятения внутри вас. Или лучше, ими вы усердно взываете. Бросай семена, мы примем посеянное в надежде на плод, потому что мы изгнали из души всякую житейскую заботу. Вот почему и я всегда касаюсь глубочайших мыслей, надеясь на добрые нивы. Писание требует не только мудрого наставника, но и разумного слушателя. Поэтому я ублажаю вас, а вместе считаю блаженным и себя. Блажен, говорит Писание, кто говорит, в уши слушающих. Сирак 25.12. Еще блаженны алчащие и жаждущие правды. Так вам, которые с усердием пришли, сюда мы преподаем наставления. Все другие находятся теперь на торжищах и изнуряются житейскими заботами. А вы, став выше земли, принимаете духовные внушения. Они раболепствуют рабыне, заботясь о плоти. А вы соблюдаете, украшаете свою благородную и свободную душу. Где ты, человек, находишься теперь? На торжище. Чего ищешь? Грязи и пыли. Приди сюда и прими от меня мира. Для чего ты собираешь богатство погибающее, предаешься сребролюбию этому тирану? Домогаешься власти, скоро приходящей, заботишься о вещах житейских, которые сегодня существуют, а завтра нет. Для чего срываешь цветы, а оставляешь плод? Для чего бежишь за тенью, а не принимаешь истины? Для чего гоняешься за исчезающим, а не ищешь пребывающего? Во всякое плодь, как трава. И всякая слава человека, как свет на траве. Сохнет трава, свет отпадает, а слово Господне пребывает вовек. Ты имеешь много богатства, но что в этом для души? Ты богат деньгами, но беген душою, украшаешься листьями, но не имеешь плода. Какая, скажи мне, от этого польза? Ты приобрел деньги, которые после оставишь здесь. Приобрел власть, которая сопровождается кознями. Прийди сюда, насладись мудрой беседою. Изгладь свои грехи, истреби свои беззакония. Очисти свою совесть. Возвысь свой ум. Будь ангелом и человеком. Оставь узи плоти и возьми легкие крылья жизни. Отрешись от видимого и держись невидимого. Взойди на небеса, ликуй с ангелами. Стань перед престолом высоким, превознесенным. Оставь этот дым, эту тень, это сено, эту паутину. Я не нахожу достойного названия в здешней суете. Говорю это и не перестану говорить. Приди и будь человеком, чтобы не напрасно было приписываемо твоему существу это имя. Поняли ли сказанное вам? Он, говорят, человек. Да, он человек, но часто только по имени, а не человек, по душевному настроению. Когда я вижу тебя живущим безумно, то как назову тебя человеком, а не волом? Когда я вижу тебя расхищающим чужое, то как назову тебя человеком, а не волком? Когда я вижу тебя блудодействующим, то как назову тебя человеком, а не свиньёю? Когда я вижу тебя коварным, то как назову тебя человеком, а не змием? Когда я вижу тебя имеющим яд, то как назову тебя человеком, а не аспидом? Когда я вижу тебя безрассудным, то как назову тебя человеком, а не ослом? Когда вижу тебя прелюбодействующим, то как назову тебя человеком, а не конем неистовым? Когда вижу тебя непокорным и бесчувственным, то как назову тебя человеком, а не камнем? Ты получил от Бога благородство? Для чего же изменяешь достоинство природы? Скажи мне, что ты делаешь? Некоторые люди умеют, сколько возможно, выучивать животных тому, что свойственно человеку. Попугаев научает говорить человеческим голосом, побеждая искусством, природу. Львов делают ручными и водят их по площадям. Так, льва, неукротимое животное, ты делаешь кротким, а сам оказываешься среди свирепей волка. И что еще хуже, каждое из бессоветных животных имеет один какой-нибудь недостаток. Волк хищен, змей коварен, аспит ядовит, а у злого человека не так. Человек часто имеет ни один недостаток, но бывает и хищен, и коварен, и ядовит, соединяя в душе свои страсти животных. Как же я назову тебя человеком, когда ты не имеешь царственного отличия, не имеешь диадемы, не имеешь багреницы? Сотворим, сказал Бог человека, по образу нашему и по подобию. Размыслишь, человек, по какому образу ты создан, и не унижай себя до низости скотов. Если бы ты увидел царя, бросившим багреницу и диадему, поставляющим себя наравне с воинами и изменяющим своему сану, то назвал ли бы ты его царем? Ты человек! Не доказывай мне, что ты имеешь душу человека, но покажи, что ты человек по душевному настроению. Ты владыка бессловесных животных, а сам стал рабом безумных страстей, обитающих в тебе. Но как, скажешь, я сделаю с человеком, если будешь обузывать мудрование плоти, эти безумные мудрования, если оставишь блуд, если исторнишь неумеренную страсть к богатству, этому злому тирану, если сделаешь милу свою чистую, как ты можешь сделаться человеком, если будешь приходить сюда, где делается человеком? Я возьму тебя конем и сделаю человеком, возьму тебя волком и сделаю человеком, возьму тебя змием и сделаю человеком, не изменяя природы, а изменяя волю. На что говоришь ты? Я имею детей, управляю домом, заботчица жене, угнетен бедностью, стараюсь приобрести необходимое пропитание. Все это отговорки и предлоги. Если бы я удерживал тебя здесь навсегда и не позволял тебе иметь нисколько времени для занятия внешними делами, то ты мог бы оправдаться предо мной и говорить, я имею детей, управляю домом, тогда ты справедливо мог бы говорить это или лучше и тогда не следовало бы говорить этого, потому что когда ты будешь упражняться здесь, Бог может доставить большую благоуспешность всем делам твоим. Но я не принуждаю тебя ни к чему такому, не говорю, будь здесь каждый день, но только дважды в неделю. Разве это тяжело? Разве невыносимо? Притом, приходя в церковь не на целый день, а на короткое время, получи духовное наставление, чтобы тебе не получить ран, не с тем, чтобы укорять других, но чтобы обратить торжеще в церковь. Приди, получи оружие, чтобы тебе с оружием не получить смертельные раны. Стань в строю, только вооруженный. Стань на святом месте, только с чистыми очами. Войди в пристань, только с очанием управляя кораблем. Этому ты можешь научиться здесь. Но ты не хочешь этого, а выходишь в строй мирской, не облекаясь в оружие заповедей божьих. Размысли, сколь великое дело выйти из церкви, научившись пренебрегать все человеческое, попирать ногами скорби и становиться выше удовольствий, не превозноситься последними и не изнуряться первыми. Таков был Иов. Он не падал духом от бедности и не превозносился богатством. Но при всех переменах обстоятельств соблюдал одинаково свое внутреннее настроение. Приди, получи от меня оружие. Какое оружие? Такое, которое часто может доставлять тебе спасение. Ты выходишь и видишь человека гордо сидящего на злотосбруйном коне и окруженного множеством копьеносцев. Затем видишь человека бедного и уничиженного. Тебе рождается зависть к богатому и возбуждается отвращение к бедному. Но является Давид, приступает к тебе и говорит, «Не бойся, когда богатеет человек. Иди с пророком, и не бойся, иди, куда я указываю тебе, с пророком, учителем, руководителем, проповедником. Не бойся, когда богатеет человек». Но скажешь это слова убеждения, совета, указания на то, что должно быть, «Покажи мне способ, как я могу не бояться такого человека». «Богатство по своему свойству, подобно природе человека». А в чем именно, я скажу тебе, что такое человек? Животное, слабое, цленное, кратковременное. Таково и богатство. Или лучше, не таково, но еще ненадежнее. Оно часто оканчивается не только вместе с человеком, но еще прежде человека. Вы видите, в этом городе множество примеров преждевременной погибели богатства. И знаете, что богатство погибало, когда владевший им еще жив. Конец богатства – обращение в бедность. Представь же, как кратковременно богатство. Владевший им еще жив, а оно уже погибло. И, о, если бы оно погибало одно, а не губило вместе с собой самого владельца. Поэтому не погрешишь, если назовешь богатство рабом неблагодарным, рабом кровожадным и человекоубийственным, рабом, который воздает господину своему погибелью. И что еще хуже, оно не только подвергает человека опасностям, тогда, когда оставляет его, но еще прежде, нежели оставит, тревожит и смущает его. Не смотри на то, что он одет в шелковой одежде, умощен благовониями, окружен слугами, но посмотри в его совесть. Обнажи его душу, когда он еще богат, и ты увидишь внутри его буря и смятения. А когда видишь другого, падающего, своим падением, то усмотри в том и собственное несчастье. 5.563. В самом деле, что может быть непостояние дел человеческих? Неоднократно я говорил, что они подобны речным потокам, который является и тотчас исчезает, приходит и тотчас уходит. Не бойся, когда богатеет человек, примете слова, как духовную песнь. Когда возбудится в тебе зависть, то пусть припомнится этот стих, и слова его изгонят страсть. Не бойся, когда богатеет человек. Это мое врачество, имеющее в виду не деньги, а небо. Я не тело врачую, а душу, и не только вашу, но и свою, потому что хотя я и учитель, но вместе и человек, имеющий общую со всеми природу, и потому предлагаю общее учение. Не бойся, когда богатеет человек. Примейте слова, как сокровище и опору, примейте слова, как источник богатства и изобилия. Богатство состоит не в том, чтобы богатеть, а в том, чтобы не желать богатства. Поняли ли сказанные вам? Кто желает богатеть, тот имеет нужду в имуществе, в деньгах, а кто не желает богатеть, тот всегда в довольстве. Не бойся, когда разбогатеет человек, когда умножается слава до моего. Почему же, скажи мне, не бойся? Так как богатых боятся, то пророк описывает жизнь их. Почему ты боишься человека, который обильно украшен листьями, а не имеет плода? Почему боишься человека, который проводит горькую жизнь? Почему боишься человека, который сам всегда находится в страхе? Почему боишься человека, который находится в постоянном трепете, «Раб твой не боится тебя, когда ты в отсутствии, а богатый носит своего господина внутри себя. Куда бы он ни пошел, любостяжание следует за ним и делает врагами всех и родных, и домашних, и друзей, и завистников, и благодетелей. Во всех оно возбуждает отвращение, тогда как бедный проводит жизнь, не боясь никого, потому что богат только любомудрием и терпением. Богатый, который предан корыстолюбию, бывает ненавидим всеми и в общественных собраниях ходит как общий враг, которому льстят в лицо, а внутренне ненавидят его. А что это действительно так, видно из следующего. Когда подует ветер, сорвет листья, когда изменится обстоятельство, тогда открываются мнимые листья, друзья. Тогда обнаруживается притворство льстецов. Тогда отличается сон лицемеров и весь наружный обман. Тогда все открыто, все открыто говорят. Негодный, коварный, нечестивый. Что говоришь ты? Не ты ли вчера льстил ему? Не ты ли целовал его руки? То было, говорит, притворство. Прошло время, и я бросил притворство и обнаружил свои мысли. Почему же, скажи мне, ты боишься того, против которого столько обвинителей? Но что это в сравнении с тем, когда он обвиняет сам себя? Говорю это, осуждая не богатство, как я тысячекратно говорил, а тех, которые худо употребляют хорошую вещь. Богатство с добрыми делами хорошо, когда оно бывает хорошим, когда приносит отраду бедности, когда облегчает нищету. Послушай, что говорит Иов. Не был ли я оком для слепых, ногой для хромых, отцом для немощных? Вот богатство, оно было не грехом, а нищелюбием. Дверь дома моего была открыта для всякого приходящего. 29.15.31.32. Вот употребление богатства, богатство не по имени, а на самом деле. То богатство есть слуга этого богатства. То носит только имя богатства. Без действительности. А это и по имени, и на деле есть истинное богатство. Какое? Богатство добродетелей, богатство милостыни. Каким образом? Я скажу. Бывает богатый, который похищает чужое, и бывает богатый, который отдает бедным свое. Тот богатеет, собирая, а этот расточая. Тот засевает землю, а этот возделывает небо. Сколько неба лучше земли, столько стяжания первого хуже стяжания и последнего. Этот пользуется любовью бесчисленного множества людей, а тот осуждается всеми. И что поистине удивительно, хищника и корыстолюбца ненавидят не только обиженные им, но и те, которые не потерпели от него никакого зла, но только сожалеют о потерпевших. А милосердие любят не только облагодетельствованные им, но и те, которые не получили от него благодеяния. Так, братья, добродетель лучше порока. Порок делает для человека врагами и тех, которые не обижены им. А милосердие приобретает любовь и от тех, которые не получили благодеяний. А человеке милосердным все говорят, да вознаградить его Бога. Какое же ты получил от него благодеяние? Не я, но брат мой. Не я, но сочлен мой. Добро сделано ему, я отношу к себе. Видишь ли, какова добродетель, как она вожделенна, как любезна, как прекрасна. Человек милосердный есть общее пристанище. Отец всех, подпора престарелых. А милосердным, если случится с ним какое-нибудь несчастье, все молятся. Помимо его, Боже, сохрани его, надели его добром. Но подойди к дому хищника, и ты услышишь, как говорят о нем негодный, коварный, нечестивый. Какую же ты получил от него обиду? Я? Никакой, но брат мой. На него каждый день бесчисленное множество жалоб. А когда он падает, то все нападают на него. Это ли жизнь? Это ли богатство? Не гораздо ли это хуже жизни осужденного преступника? Осужденный связан по телу, а этот по душе. Ты видишь его связанным и не жалеешь его? И отвращаешься от него, потому что он связан не по нужде, а по произволению. Потому что он сам наложил на себя узы. 565. Опять скажут мне, ты против богатых. А вы опять против бедных? Опять ты против хищников? А вы опять против тех, у кого похищают? Вы не насыщаетесь, пожирая и терзая бедных, и не насыщаясь, я исправляю вас. Постоянно ты покровительствуешь этим людям, постоянно покровительствуешь бедному. Но отступи ты от овцы моей, удались от стада моего, не вреди ему. Ты вредишь моему стаду и осуждаешь, что я отгоняю тебя. Если бы я был пастырем обыкновенных овец, то ты осудил бы меня, когда бы я не отгонял нападающего на них волка. Я пастырь разумных овец, отгоняя не камнем, а словом. Или лучше не отгоняя тебя, а призывая тебя, сделайся овцою, прийди, будь в моем стаде. Для чего ты вредишь стаду, который ты должен был бы увеличить собою? Я отгоняю не тебя, но отгоняю волка. Если ты не волк, то я не отгоняю тебя. Если же ты стал волком, то обвиняй самого себя. Я не против богатых, но за богатых. И когда говорю это, то за тебя говорю, хотя ты не чувствуешь этого. Как за меня говоришь ты? Так, я удаляю тебя от греха, избавляю тебя от хищения, делаю тебя для всех любезным, для всех вожделенным. Я постоянно говорю тебе, не похищал ли ты, не искал ли корысти. Приди, и я изменю тебя. И изменю вражду в дружбу, опасность в безопасность. Это я сделаю для тебя здесь. А там доставлю тебе царство небесное, чтобы ты не подвергся бесконечным мучениям. Чтобы ты получил благо, которое хока не видела, уха не слышала и на сердце человеку не приходило. Кому это свойственно, отгоняющему, или советующему, любящему, или ненавидящему тебя. Но скажешь, ты ненавидишь меня. Нет, я люблю тебя. Я имею заповедь Господа моего, любите врагов ваших. Я не перестану врачевать тебя. Господь наш, будучи, распят, говорил, отче, отпусти им, ибо не знают, что творят. Разве тебя я преследую? Я преследую страсть твою. Разве с тобой я сражаюсь? С пороком твоим. И ты не считаешь меня благодетелем? Не считаешь меня покровителем? Не считаешь меня твоим защитником больше всех? Кто же другой скажет тебе об этом? Начальник ли? Ничего такого он не скажет тебе. Он говорит о проступках, о неисправностях. Жена ли? Она говорит о нарядах, о золоте. Сын ли? О наследстве, о завещании, о достоянии. Слуга ли? О службе, о свободе. Собеседники ли? О пиршествах, об ужинах, об обедах. Те ли, которые на зрелище? О срамном смехе, о необузданной похоти. Тот ли кто в судилище? О завещаниях, о наследстве, об освобождении, о том, чем он занимается? От кого же ты услышишь это, если не от меня? Все боятся тебя, а я не смотрю на тебя. И покуда ты таков, я не боюсь тебя. Презираю тебя, презираю страсть твою. Я делаю разрез, ты кричишь. Но я не боюсь крика твоего, а желаю твоего спасения, потому что я врач. Если ты, имея рану, призовешь врача и увидишь, как он наострил железо, то не говоришь ли ему, разрезай, хотя мне и будет больно, надеясь на исцеление болезни от разреза. А у меня ты меня убегаешь. Меня, который не разрезает, но очищает душу твою словом. Между тем врач что делает? Часто он разрезывает, и рана делается хуже. А я делаю не хуже, а лучше. Потому что там слабая природа и бессильные лекарства, а здесь сила слова. Врач не ручается за твое исцеление, а я ручаюсь за твое спасение. Послушай меня. Для того снизошел единородный Сын Божий, чтобы нас возвести и поставить выше небес. Только одного я боюсь – греха. Все прочее мимо. Богатство или бедность, и власть, и что бы то ни было. Говорю так и не перестану говорить, потому что хочу, чтобы кто-нибудь не погиб из моего стада. И так богатому можно спастись? Конечно. И Ов был богат, и Авраам был богат. Ты видел его богатство? Посмотри же на его страннолюбие. Ты видел его трапезу? Посмотри на его дружелюбие. А что Авраам? Он был богат. Разве я спорю с тобою? Был ли богат Авраам? Да. Он был богат. Ты видел его богатство? Посмотри же и на образ его жизни. В полдень Господь явился ему, сидевшему у дуба Мамбрийского, и вот три мужа. Бытие 18.2. Он встал, не зная, что явившийся был бог. Как мог он это знать? Поклонился и сказал. Если вы находите меня достойным, войдите под тень кущи моей. Видишь ли, что делал он в полдень, старец? Не сидел под кровлею, а приглашал странников и путников, вовсе не знакомых ему. И став, кланялся им, хотя сам был богат и знатен. Изобилуя богатством он оставлял дом, жену, детей, рабов, которых имел 318. Оставлял всех и выходил на ловитву. Распростирал сеть страннолюбие, чтобы какой-нибудь путник, какой-нибудь странник не прошел мимо его дома. Посмотри, что делает старец. Он не поручает этого слуге, хотя имел их 318, потому что знал обыкновенную леность о рабов, опасаясь, чтобы слуга не проспал, не пропустил странника и не потерял добычи. Вот Авраам, вот богатый. А ты удостаиваешь ли хотя посмотреть на бедного, хотя отвечать ему, хотя побеседовать с ним? Если же когда и подашь ему милостыню, то через слугу. Но не так поступал праведник. Он сидел под палящими лучами солнца, обливаясь от жары потом. И не для него была любовь к странноприимству. Он сидел, собирая плоды страннолюбия, хотя был богатым. Сравни с ними нынешних богачей. В полдень где сидят они? В аду. Где сидят? В мертвецком пьянстве. Где сидят? На торжище, распростертые, пьяные, ослепленные сердцем, безумнейшие бессловесные животных. Но не так поступал праведник. Хочешь ли подражать Аврааму? Подражая не только, не запрещая, но и советую, хотя от нас требуется больше, нежели от Авраама. Если, сказал Господь, не будет ваша праведность больше праведности книжек и фарисеев, не войдете в царство небесное. Матфея 5.20 Но ты пока старайся сравниться, по крайней мере, с Авраамом. Что же Авраам? Он был страннолюбив, он встал и поклонился странникам, даже не зная, кто они таковы. Если бы он знал, то и не сделал бы ничего удивительного, послужив Богу. Но незнание того, кто были путники, показывает в нем великую любовь к странноприимству. Он сидел и оказал им гостеприимство. Как щедро он заклал тельца, призвал Сарру, сделал общницей гостеприимства и жену, которая не скрывалась в своем жилище, но стояла под дубом. И эта трапеза разверзла ее утробу и исправила недостаток природы. Авраам заклал тельца и получил Исаака. Сара замесила муку и получила потомство, как звезды небесные, как песок морской. Но ты, конечно, скажешь, дай и мне вознаграждение столько истинных сынов. Бедный, жалкий, презренный, ты ищешь земного. Я даю тебе небо, ликование с ангелами, наслаждение вечное, а ты ищешь смертного и тленного. Я даю тебе жизнь, не имеющую конца. Награда высшая, воздаяние большее. Слушай внимательно, что я скажу тебе, чтобы тебе увидеть противоположность в действиях. Когда нужно было оказать гостеприимство, то Авраам что сказал жене своей, Саре? Поспеши и замеси три меры муки чистой. Пусть выслушают сказанные жены. Поспеши и замеси три меры муки лучшей. Вот зрелище, общее для всех нас. Вот училище, общее для обоих полов. Пусть выслушают сказанные жены, пусть выслушают и мужи и подражают. Поспеши и замеси три меры муки лучшей, сказал он. А сам поспешил к стаду волов. Они разделяют труд, чтобы разделить и венец. Общий брак, общие должны быть и дела добродетели. Я взял, говорит, тебя в помощницу. Будь же мне помощницей и в высших делах. Поспеши. Понуждает жену, чтобы медленностью не огорчить странников. Поспеши и замеси три меры муки лучшей. Трудное поручение. Нелегкое приказание. Замеси три меры муки лучшей. И Сара не сказала, что это. Разве для того я сочеталась с собой браком, чтобы мне месить и печь хлеб, жене имеющей такого богатства. У тебя триста восемнадцать рабов, и ты не хочешь приказать им, а мне поручаешь эту службу. Не сказала она ничего такого и даже не подумала. Она была женою Авраама не только по союзу плотскому, но и по союзу добродетели. Потому он и говорит ей, поспеши. А она с усердием принимает приказание, потому что знала обильные плоды гостеприимства. Поспеши, замеси. Он знал усердие жены своей. А нынешние жены? Сравним их с Сарою. Принимают ли они подобные приказания, подобные занятия? Покажи мне руку жены, любящей украшений. Ты увидишь, как эта рука снаружи покрыта золотом, а внутри подвергнута осаде. Достояние? Сколько их бедных, скажи мне, носит рука твоя? Протяни ко мне руку твою, покажи ее. Чем она оттягчена? Любостяжанием. Посмотри на руку Сары. Чем она украшена? Странно приимством, милостынею, любовью, нищелюбием. О, прекрасная рука! Посмотри на ту и другую руку. Вид их одинаков, но велико между ними различие. Здесь потоки слез, а там венцы и награды. Говорю это для того, чтобы ни жены не требовали украшений от мужей. Ни мужья не слушали жен, требующих этого. Вот Сара, вот богатая жена замесила три меры муки. Каков труд? Но она не чувствовала труда в надежде на плод и воздаяние. Поспеши, замеси три меры муки лучше. А ты, жена, что делаешь? Наряжаешься? Чтобы понравиться кому? Мужу? Ну, дурное старание, если ты хочешь таким образом понравиться мужу, если спешишь таким образом угодить своему мужу. Как же я буду нравиться ему? Целомудрием. Как буду угождать ему? Скромностью, любомудрием, кротостью, любовью, единодушием, согласием. Вот, жена, твои украшения. Эти добродетели твои производят единодушие. А те украшения не только не делают тебя приятную, но даже делают тебя несносную для мужа. Когда ты говоришь ему «отними у других и принеси мне», то на малое время ты нравишься ему, а после будешь иметь в нем врага. А чтобы ты убедилась, что ты стараешься понравиться не мужу, вот что скажу тебе. Дома ты снимаешь украшения, а в церкви ты надеваешь их. Если бы ты хотела нравиться мужу, то носила бы их дома. Но, как я сказал, ты входишь в церковь, украшенная золотом на руках и на шее. Если бы пришел сюда Павел, этот муж страшный и вместе вожделенный, страшный для грешников и вожделенный для благочестивых, который взывает и говорит так. Да будет украшением жен ни золото, ни бисер или многоценные одежды. 1 Тимофея 2.9 Потом, если бы вошел сюда язычник и увидел вверху женщин, носящих такие украшения, а внизу Павла, так проповедующего, то не сказал ли бы он, что здесь театральное зрелище и баснословие? Нет, наше собрание не зрелище, хотя здесь и делаются такие дела. Но язычник соблазняется и говорит, я входил в христианскую церковь, слышал Павла, говорящего, не золотом или жемчугом, и видел женщину, показывающую делами совершенно противное. 5.69 Какая тебе жена польза от золота, чтобы казаться красивой и благообразной? Но это нисколько не придает красоты душе твоей. Будь красива душой, и тогда будешь приятной по телу. Мудрость человека просветляет лицо его. Эквесиаста 8.1 А мудрость есть свойство души. Ничто так не производит расположения и привязанности, как любовь. Если муж любит тебя, то хотя бы ты была и безобразна, ты кажешься ему приятной. А если он ненавидит тебя, то хотя бы ты была благообразна, он не захочет смотреть на тебя. Ненависть души не позволяет видеть красоты лица. Когда ты станешь требовать от него нарядов и золота, тогда и он возненавидит тебя и станет убегать от тебя, как от человека, пристающего к нему с требованиями на торжище. Но от того он может убежать, а от тебя не может, так как ты всегда находишься при нем и требуешь услуг, несогласных с разумом. Все это, жена, ты не только принимай слухом, но пусть изменится и сердце твое. Слова мои суть горькие лекарства, горькие на время, но доставляющие постоянную радость. Я врач, я очищаю раны, чтобы они, застаревшие, не сделали разрез более тяжким. Я врачу и доставляю здоровье посредством слова. Другие же заботятся только о жизни настоящей, временной, обманчивой, презренной. А что говорил я об Аврааме? Я не забыл обещание. Слова его поспеши, замеси, пусть каждая жена начертает в своем сердце, и каждый муж пусть содержит в своей совести. Для чего, скажи мне, ты носишь шелковые одежды, ездишь на злотосбруйных конях и украшенных лошаках. Лошак украшается снизу, золото лежит и на покрывале его. Бессловесные лошаки носят драгоценности, имея золотую узду. Бессловесные лошаки украшаются, а бедный, томимый голодом сидит при дверях твоих, и Христос мучится голодом. О, крайнее безумие! Какое оправдание, какое прощение получишь ты, когда Христос стоит перед дверьми твоими в виде бедного, а ты нисколько не трогаешься. Кто избавит тебя от тамошнего наказания? Я подал, говоришь ты, милостыни. Но подавай не столько, сколько хочет бедный, а сколько ты можешь. Что, скажи мне, ты будешь отвечать тогда, когда настанут невыносимые наказания, тамошние мучения, казни, страшные силы, когда будет кипеть река огненная, когда явится страшный престол, неподкупное судилище, безначальное существо. Конец дел человеческих, когда ни отец, ни мать, ни сосед, ни царь, ни путник, ни странник не помогут тебе, но будет стоять человек один со своими делами, осуждаемый за них или венчаемый за них. Что ты скажешь тогда? Тогда ты припомнишь слова мои, но какая будет тебе польза? Никакой! Так и тот богач вспомнил и искал времени покаяния, но не получил никакой пользы. Пошли он, говорит, лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я сильно страдаю. Но лазарь не был послан, не потому, чтобы одна капля принесла ущерб великому райскому источнику, но потому, что капля милосердия не смешивается с жестокостью. Так как во время подвигов богач презирал его, то во время венцов он не удостоил богача никакого утешения. 570. Говорю это для того, чтобы ни бедный не плакал от бедности, ни богатый не радовался богатству. Ты богат? Гибель на богатство, если ты не употребляешь его надлежащим образом. — Поспеши и замеси три меры муки, — сказал Авраам, а сам побежал к стадам и заколол тельца. Старец бежал скоро. Слабость тела не остановила, а любомудрый дух укрепил его. Усердие победило природу. Господин трехсот восемнадцати рабов нес тельца и не тяготился бременем, но крылял душу усердием. Старец принял на себя сходить поспешно и много служить, а жена приняла на себя труд и хлопоты. Они угощали странников не только с щедрым подаянием денег и обильной трапезой, но и услужливостью и совершенным угождением. Не через рабов, но собственными руками и другими членами. Потом жена стояла в виде служанки, а странники, незнакомые, возлежали. Я не перестану говорить об этом. Они считали пришельцев за людей бедных, но не смотрели на это, а приняли их как странников. И оба предстояли при этом, собирая грозды странноприимства, добрым расположением, любомудрием, услужливостью, ласковостью, трудами, угождением, любовью, заботливостью, усердием, всецелой предупредительностью. Жена стояла под деревом, пользуясь деревом как бы брачным чертогом, и имея по кровам тень листьев и не стыдилась стоять в виду пред всеми. Она стояла, отличаясь собственной красотою и собирая плоды служения. Что же пришедший? Приду, сказал он, во время это и будет сын Сары. Какой плод произрастила трапеза, какой прекрасный, какой скорый, какой зрелый, какой сочный и спелый грозд. Эти слова как бы вошли в ее утробу, и зачался сын. Таковы плоды странноприимства. Выслушай внимательно то, что я хочу сказать. Впоследствии, когда вырос сын, рожденный от трапезы, когда плод странноприимства сделался мужем, а родилось же его не столько чрево, сколько трапеза, а прежде всего Слово Божие, когда он вырос и стал мужем, и наконец пришло время вступления в брак, слушай внимательно, что я говорю, когда блаженный старец-патриарх Авраам приближался к смерти, а жил он среди женщин развращенных и народа нечестивейшего. Тогда он призвал раба своего и сказал, здесь нечестивые женщины хананейские. Чего же ты желаешь? Пойди, говорит, в землю, где я родился, и приведи оттуда жену сыну моему. Необыкновенные и дивные дела. Вы знаете и хорошо знаете, когда кто-нибудь хочет женить своего сына, то отец и мать совещаются, ходят по чужим домам, одному льстят, другому угождают, причем являются множество свах и сватов, делаются обещания денежных вознаграждений, и все хлопоты, переговоры отец и мать принимают на себя, и не стыдятся, не краснеют, не поручают слугам. А когда придет странник, то говорят слуге, пойди, отведи его вниз, прими его. Но Авраам поступал наоборот. Когда нужно было сделать высокое и любомудрое дело, то он делал сам. Не поручал гостеприимство слуге, но жене и себе. А когда дело шло о приискании жены и браке, то сказал слуге, пойди ты. А здесь жены поступают напротив. Если не хотят переговорить с золотых дел мастером, то не стыдятся и идут сами. И сидят при работе его, чтобы не украли золото. Страсть к богатству заставляет их презирать стыд и приличие. Но Авраам поступал не так. Когда нужно было принять странников, то делал это сам и жена его. А когда дело касалось брака, то действовал через слугу. Но скажешь, почему ты упомянул об Аврааме? Потому что он был богат. Помни это, и ты об Аврааме никогда не будешь презирать никого. А как я дошел до речи об этом? Я в руководство слова пророка. Не бойся, когда богатеет человек. Этот стих произвел все это. И вот мы нашли в нем сокровище, обильное золотом. Не бойся, когда богатеет человек. Возьми этот посох, который может поддерживать дрожащее от слабости тело. Действительно, не столько посох поддерживает дрожащее тело людей слабых и старых, сколько этот стих укрепит колеблющиеся души молодых и старых, осаждаемых похотями и грехами. Не бойся, когда богатеет человек. Что ты боишься человека, которого скорее можно назвать волком, нежели человеком? Что ты боишься человека, который исполнен нечестие и погряз в золоте? Что ты боишься человека, который неправдою потерял собственные блага и постоянно имеет внутри себя врага? Но мне пророк объявил. Не бойся, когда богатеет человек. Скажи же мне теперь и то, каким образом я могу не бояться богатого? Или когда умножается слава дома его? 572. О, прекрасное выражение! Какая мудрость заключается в этом изображении наставления. Не бойся, когда богатеет человек, или когда умножается слава дома его. Не сказал, когда умножается слава его, но слава дома его. Так, когда ты войдешь в дом какого-нибудь богача и увидишь огромные колонны, золотые карнизы, обложенные мрамором стены, фонтаны, источники, портики, колеблемые ветром деревья, покрывающие всю мозаику, толпу слуг, одетых в золото евнухов, множество слуг, усланный коврами пол, блестающие золотом столы, великолепные спальни, то все это слава дома, а не слава человека. Слава человека составляет благочестие, скромность, милосердие, кротость, смиренно-мудрие, мир, правда, нелицемерная любовь ко всем, все это слава человека. Что же ты боишься богатого? Бойся лучше дома его, потому что богат дом, а не живущий в нем. Но скажешь, я не боюсь дома. Почему? Потому что золото есть бездушное вещество. А человека богатого боишься? Да. Почему? Разве в богатство есть его принадлежность? Оно только украшение дома. Стены, обложенные мрамором. Какое же отношение к человеку, живущему в них? Потолки в золоте. Какое отношение к их владельцу? Главы, колонн золотые. Какое отношение к голове хозяина, оскверненной грехами? Пол чист, но совесть нечиста. Одежды шелковые, но душа покрыта рубищами. Дом богат, но хозяин дома нищий, когда умножается слава дома его. А чтобы вы убедились, что это действительно слава дома, а не человека, я докажу вам это вашими же словами. Часто, входя в чей-нибудь великолепный дом и выходя из него, что говоришь ты? Я видел прекрасные мраморы. А не говоришь, я видел прекрасного человека. Удивительные колонны, прекрасные окна. А не говоришь, удивителен живущий там. Множество золота на потолке. А не говоришь, много милосердия в хозяине. Много фонтанов, много богатства. А не говоришь, много богатства самому владельцу. Всегда ты говоришь о стенах, всегда о мраморах, всегда о фонтанах, всегда об источниках. Опять, когда ты видишь коня, украшеного золотой уздой, то говоришь, прекрасная узда. Это похвала мастеру золотых дел. Прекрасная одежда. Это похвала ткачу. Прекрасные рабы. Это похвала купившему их. Таким образом, сам хозяин остается неувенчанным, а вещи, находящиеся около него, удостаивается похвал. Напротив, когда ты видишь человека добродетельного, то говоришь, он человек добрый, прекрасный, кроткий, удивительный, милосердный, человеколюбивый, смиренный, постоянно упражняющийся в молитвах, постоянно соблюдающий посты, постоянно посещающий церковь, постоянно внимательный к божественному учению. Это похвалы самому человеку. Это его венцы. Итак, знай, в чем состоит богатство человека и в чем богатство дома. И не бойся. Когда ты научишься различать хорошо богатство того и другого, то не станешь бояться. Видишь ли, как тот, кого ты считал богатым, беден и нищен. Не бойся, когда богатеет человек. А чтобы тебе убедиться, что это действительно так, если богатый оборщает тебя при жизни, то посмотри на него во время его кончины. Отходя отсюда, берет ли он с собой что-нибудь из своего богатства? Он умирает, и лежит на гим тот, который обрекался шелковыми одеждами. Лежит на гим в яме. И рабы отходят, и проходят, и никто из них не заботится о нем, потому что они были не его рабами. Он отошел, и ничего не осталось после него. Жена терзается, распускает волосы, все утешают, но она не внемлит им. Дети остались сиротами, жена вдовою, все отверженными, иначерпи, иразливатели, исобеседники, истецы, и евных. Отходя отсюда, он не может взять ничего из своей утвари, но что? Выносится один. Его превозносят похвалами, но что от этого ему? Тщеславие прославляет его. Для чего? Может ли он получить от этого какую-нибудь пользу? Ничто из всего этого не может помочь ему в тот страшный день. И так отходит в гроб тот, кто расхищал все. Помещается на трех оршинах земли, и больше ничего. Перед лицом его земля и крышка гроба. Потом отходит и жена. Где же богатство? Где слуги? Где великолепие? Где пространный и прекрасный дом? Все оставляет его. Оставляет и жена. Хотя бы и не хотела. Злово не отгоняет ее. Куча червей заставляет ее удалиться. И этим оканчивается все? Да. Потому что он отошел, не имея при себе ничего собственного. А чтобы тебе убедиться, что он действительно отошел, не имея ничего собственного, посмотри на блаженных мучеников. При них остается все их достояние. И потому мы не отходим от гроба их. Там и жена не может оставаться. А здесь царь слагает в себя диадему и стоит при гробе мученика, прося и умоляя даровать ему избавление от бед и победу над врагами. Итак, не бойся, когда богатеет человек. Напечатлев в уме своем этот стих, будем воспевать Господу и благодарить Его за все, Отца и Сына и Святого Духа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.